гомельчанин рассказал как пытался попасть в израиль нелегальным гастарбайтером но был депортирован прямо из из аэропорта тель-авива в гомеле серьезно займутся половым воспитанием кому же это доверили белорусскую которую унесло в море в грузии нашли погибшие всем привет меня зовут евгения крещук вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей сегодня понедельник посочувствуем друг другу но неделя пройдет быстро а выходные совсем скоро гомельчанин рассказал как пытался попасть в израиль нелегальным гастарбайтером но был депортирован прямо из аэропорта тель-авива не секрет что сегодня многие наши земляки едут гастарбайтерами во многие страны включая израиль однако как показывает практика до желанного рабочего места добираются не все по каким причинам вас могут завернуть обратно ссылку на этот материал мы оставим в первом комментарии под этим видео сильные новости написали для вас классный материал рекомендую почитать в гомеле серьезно займутся половым воспитанием кому это доверили спросите вы а я отвечу первый в беларуси молодежный совет при главном управлении по здравоохранению создана в гомельской области это сделали для продуктивной реализации государственной молодежной политики и самореализации молодых сотрудников сфере здравоохранения на первом заседании утвержден план работы на текущий год среди основных направлений проектная деятельность цитата члены совета представили свои проекты по повышению доступности тест-систем для диагностики вич-инфекции и по обучению вопросам полового воспитания вот так говорится в сообщении слишком громко каркают гомельчанка пожаловалась властям на большое количество ворон в субботу состоялась прямая телефонная линия управляющей по делам облсполкома елены кличковской одной из первых дозвонившихся была гомельчанка виктория которая обратилась такой проблемы на аллее по улице огаренко слишком много ворон по ее словам птицы ухудшают санитарное и эстетическое состояние территории а также причиняют неудобства криком управляющая делами ответила что вопрос соответствующей службы изучат и примут необходимые меры интересно что изменится отстреляют ворон или для них придумают специальную зону где они могут гулять спокойно ну посмотрим дмитрий гаврилин вокалист группы бандж вирба вышел на свободу ура напомним гаврилина и его жену задержали в конце января позже его приговорили 15 суткам ареста но после этого его не выпустили дмитрия снова арестовали на 15 суток в общей сложности он провел в заключении 30 суток история про очередного извращенца на гомельчане 41-летний экс гибиционист платил алкоголем и чипсами 14-летней девочки за то чтобы она смотрела как он сам удовлетворяется жесть со временем аппетиты извращенца выросли он вступил в связь с девочкой и шантажировал ее интимными фото как все развивалось познакомились вконтакте недолгая переписка мужчина предложил встретиться лично далее предложения были более странные девочки нужно было один раз посмотреть как мужчина удовлетворяет себя и за это он купил ей пиво и чипсы на следующую такую встречу она пришла уже вдвоем с подругой со временем оплата такого зрелища стала казаться школьницы недостаточной взамен она попросила деньги потратить которые собиралась на шопинг в минске но такой расклад не устроил мужчин он согласился заплатить наличными только за ее интимные фото когда девочка отправила педофил угрозами что эти снимки увидят родственники одноклассники склоню ее к сексу шантаж продолжался три месяца прошлого лета пока преступник не заявил что собирается прийти с распечатками фото на линейку 1 сентября додумался только тогда пострадавшая нашла в себе силы рассказать обо всем маме которая и сообщила в милицию продолжая тему в гомельской области судили подростка который насиловал сводную сестру как оказалось раньше парень сам стал жертвой насилия случай произошел в многодетной семье в одном из районных центров гомельщины подросток проявлял нездоровый интерес к малолетней сестре на протяжении длительного времени он принуждал девочку ко взрослым отношениям для полового воспитания показывая на мобильном телефоне порно ролики пишет днепровец информация вскрылась после психологического тестирования в школе директор обратилась к правоохранителем а вскоре выяснилось что парень раньше подвергся сексуальным домогательством со стороны взрослого мужчины спустя время жертва примерила на себя роль насильника как пояснил на допросе парень он был уверен что об этом никто не узнает суд признал подростка виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в воспитательной колонии не очень понятно кто в этой истории виноват парень или девочка или все виноваты белорусскую которую унесло в море в груди нашли погибшим напомним трагедия произошла в городе кабулете там ирину слюсарь и ее подругу унесла волна в море когда они гуляли собаку ну и собаку кстати тоже одну девушку выбросила на камни она в больнице ирина уроженка жодина совладелица детского театра лось и светлячок по словам очевидцев изначально с набережной смыла собаку девушки пытались ее спасти в результате одну из них унесло а вторую выбросила на берег и она сейчас находится в больнице утром 27 февраля добровольцы которые занимались поиском сообщила ирина найдена мертвой к сожалению соболезную в мин труда рассказали как будут отдыхать белорусы в марте международный женский день выпадает в этом году на среду ранее совмин объявил его нерабочим днем это означает что отрабатывать этот день не нужно ура в некоторых организациях предпраздничный день 7 марта делают сокращенным в зависимости от особенностей рабочего процесса таким образом белорусы которые не работают в субботу и воскресенье в марте 23 года в общей сложности отдохнут 9 дней мелочь а приятно согласитесь тема питания в школах не утихает вот например министр образования рассказал какими пельменями теперь кормят детей андрей иванец отметил что школьникам разрешили давать на обед пельмени это в рамках пилотного проекта по школьному питанию который реализуют в некоторых учреждениях в разных регионах министр заверил что школьные пельмени можно смело сравнивать с домашними поскольку там минимальное количество соли и перца а что касается бургеров то они не станут постоянными блюдами в столовых подчеркнул иванец он добавил что существует более 300 тех карт которые применяются в школьных столовых а пилотный проект по питанию будет продлен до конца учебного года и на этих пельменях и еде у меня все надеюсь вы уже сегодня поужинали а если нет приятного вам аппетита сегодня с вами была евгения крещук выпуск готовил лёша шкуров на связи сильные новости оставайтесь с нами ну и конечно же подписывайтесь ставьте лайки и рекомендуйте наше видео пока пока